Помощь для тех, кто сам меняет мир вокруг. Прошла встреча лидеров сообществ, чьи идеи вошли в программу «Радиус доверия» 2023 года. Вечер они посвятили разбору своих проектов, как реализованных, так и тех, что еще в процессе, чтобы в будущем участники могли не допускать ошибки. Не за горами следующий форум, на котором сформируют предложения в программу следующего года. С подробностями Валерия Конева. Новоуральцы уже не первый месяц реализуют свои проекты в рамках народной программы городских изменений «Радиус доверия». Топливная компания «ТВЭЛ» поддерживает наиболее яркие и интересные идеи и оказывает содействие в их реализации. Мы уже наблюдали, как на улице Дудина появилась тропа здоровья. Вот-вот начнется турнир по хоккею. Вот так новоуральцы своими руками создают новые места отдыха, придумывают мероприятия, чтобы сделать жизнь в Новоуральске еще более насыщенной. Важно, что свои проекты они не зацикливают только на одной возрастной группе. Детский сад «Росток», например, в год педагога и наставника, свой проект посвятил ветеранам дошкольного образования. Поддержали инициативу ветеранов-дошкольников, организации пространства, где бы они могли встретиться со старыми добрыми друзьями. Сейчас на стадии реализации этот проект «Мастерская возможностей каворкинг для старшего поколения». А чем все-таки ветераны у нас занимаются и чего хотят? Ветераны хотят творить, ветераны хотят узнавать что-то новое, как вести себя в социальных сетях, в сети интернет. Они хотят делиться своим творчеством, они хотят делиться тем, куда они съездили, показать, где они путешествовали. Поэтому у ветеранов очень много желания поделиться тем опытом, который у них есть. А вот Ассоциация многодетных семей открыла клуб «Мам. Счастливая мама. Счастливая семья». Проект вообще предусматривает два направления. Это творческие мастер-классы и психологическая поддержка мам. Потому что очень часто многодетные мамы не знают способы своего восполнения психологического здоровья. Мы проводим различные техники, например, сказка, терапия, нейрографика. Мамочки рисуют, решают свои внутренние проблемы. И приходя домой, уже имея вот такой вот опыт, они могут его перенести на своих деток. И точно так же решить какие-то у них проблемы. А творческий мастер-класс – это возможность маме расслабиться, уделить время самой себе. Детки рядышком играют, что-то где-то сделать, научить детей. И вот этому же тому, что тебя научили. Финансовая поддержка. На этом помощь инициативным горожанам не заканчивается. Даже во время реализации проектов или же после завершения, участники форума прошлого года, можно сказать, проводят работу над ошибками. С местными экспертами, которые оказывают информационную поддержку на всех этапах, активисты делятся проблемными вопросами, вносят свои предложения, которые облегчат путь будущих участников. А новички пополнят ряды участников уже скоро. 10 ноября пройдет защита проектов этого года на городском гражданском форуме. Это логично, когда говоришь о новом, подвести какие-то определенные итоги. Но итоги не ради итогов. Сегодня такое прошло живое, мне кажется, очень важное обсуждение. Потому что у нас реализуются 22 локальных проекта и 2 городских. Сегодняшнее общение дало возможность друг с другом поговорить, какие-то проблемные точки задеть, в том числе услышать друг друга. И, наверное, еще какой-то информационный такой шаг рассказать друг другу, потому что делились все, а что, собственно, в городе происходило. 10 ноября впереди новый форум. Там уже гораздо больше заявок, уже жестче конкуренция. Но на форуме снова все, кто будет представлять проекты, сами же и будут за них голосовать. И уже по итогам этого рейтингового голосования мы будем представлять проект программы городских изменений в ТВЭЛ на экспертное рассмотрение. А пока инициативные новички готовятся к защите проектов, мы можем поддержать своими голосами участников форума прошлого года. На платформе «Новоуральск выбирает.рф» 1 ноября появится голосование, во время которого мы, жители города, сами сможем выбрать наиболее интересную для себя идею. Победителя народного голосования отметят памятным призом. Валерия Конева, Дмитрий Дедюхин, «Новоуральская вещательная компания».